Вы бьетесь там прям кость в кость, у вас так все серьезно? Ну, я могу сказать, что вообще женский футбол, ну, по мне, он более жесткий, чем у мужчин. Согласен, да. В плане, что женщины более эмоциональные. Даже наша вратарь сломала палец, она только поняла, когда был перерыв. Вот, я ей говорю. Ну, взрослый, это адреналин, наверное, как бы. Да, более эмоции, эмоции. Женский футбол эмоциональнее точно эмоциональнее, чем мужской. Я вот обратил внимание, что у Юли на спине номер 12, и она нападающая. Значит, я вот не поленюсь, сниму ей свой костюм и покажу свой номер. И я вот тоже сейчас нападающий. Вообще, по сути, я все-таки защитник. Юлечка, вот встань, пожалуйста. Вот, что, что мы к вам спиной? Это недоговоренность. Я понимаю, я-то знаю, что недоговоренность. Дорогие зрители, вот так бывает. Может быть, подчеканим тогда и посмотрим, кто круче? Юлечка. 10, 11, 12. Опа. Ну, это не рекорд. Юлечка, спасибо. Я тебе доверяю. Доверяю себя, потому что я столько не начеканю точно. Ну, максимум один раз я это сделаю. Хорошо, но зато это будет твызинский. Один раз. Так. Точек под форму. Нет, просто я немножко не в той обуви. А, нашел отмазку. Да, да, да. Обувь не та. Спасибо. Да, да, да. Спасибо. Ну, пока я попал по мячу хотя бы. И поймал его. Это достижение. Я это репетировал. А у вас бутсы собственные или вам предоставляют организаторы? Собственные. Да. То есть все собственное? Обувь, да. А я думал, что вообще вам все город предоставляет, потому что вот, ну, тренера, зал. Манеж, тренера. Ну, так, так как мы вообще жители, мы пришли, да, к директору стадиона и говорим, вот у нас есть команда, мы бы хотели бы, у нас есть стадион Свибу, вот такой, хотели бы здесь проводить тренировки. Тренера бы нам все. И мы уточнили, чтобы мы хотели бы это все, как бы, ну, за бесплатно, если есть такая возможность. Да, они нам предоставили время, дали нам тренера, потом через год как раз на стадионе построили манеж, и мы занимаемся теперь и на улице, и в манеже. То есть зимой у вас возможность есть теперь заниматься? Есть заниматься. Да, раньше мы вот этот год отзанимались на улице и зимой тренировались на улице. И сейчас нас уже в Истане, да, поставили в манеже, и теперь мы и улица, и манеж у нас. То есть вот здесь все бесплатно. Если сравнивать, то вот так вот по Москве манеж от 5-7 тысяч снять. Друзья, все в Свибу, если у кого-то нет денег, пожалуйста, Свибу вас приютят и дадут вам... Да, приезжайте в наш район. Да, приезжайте. Это ведь, кстати, по всей Москве, чтобы ты знал, это не только Свибу, просто Свибу вы красавицы, а в принципе это по всей Москве. Я, кстати, буду беседовать с главой вашего округа, вот, и... Он нам поведает. Надо что-нибудь замолвить словечко, или у вас все вот просто в шоколаде? У нас есть аллея, около стадиона есть аллея полярников, да, и там нет, к сожалению, Нины Дэми, и мы бы хотели, чтобы на этой табличке, на этой аллее появилась ее фотография. Мы бы хотели, конечно, и форму, которая именно для того, потому что у нас эта форма парадная, ну, как сказать парадная, выездная, но она у нас единственная. А вот тренировочную форму, чтобы мы были в одинаковом, было бы вообще круто. И мы бы сетку мечей, которая была бы именно наша, тоже бы хотели. Я видел в сюжете вот этот эпизод с вашей кричалкой, и, конечно, мы не будем здесь про рояль в пустах что-то изображать. Мы договорились о том, что вы нам здесь в студии покажете. Девочки, проходите, пожалуйста, чтобы мы это увидели просто вживую. Здравствуйте. Алексей, идите к нам. Мы вас сейчас нау. Вот. Так. Живой пластический момент, как я люблю. Север всех сильней, Нина Деми Бей. Три, четыре. Север всех сильней, Нина Деми Бей. Ух!